Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны, деактуализация и ослабление, может быть, и уничтожение украинского государства является одним из главных приоритетов нынешней российской внешней политики. Санкции... Хорошо, какие действия российской внешней политики сподвигли вас к этому? Подтверждают вашу мысль? Вы знаете, это мне приснилось. 2013 года до всяких это было. Да, Андрей, когда подписывали договор об ослаблении. 2020-й? Скажите мне, пожалуйста, какие действия российской внешней политики подвигли вас на эту глубокую мысль? Ну, во-первых, аннексия сначала оккупации, потом аннексия Крыма и Севастополя. Извините, как раз это чушь собачья. Ну, это чушь собачья, значит, мне это приснилось. Я имею право, чтобы мне снились сны, такие, какие я хочу, а не такие, которые мы не... Рассказывайте каждый вечер по телевизору. Если бы Россия ставила задачу уничтожения украинского государства, во-первых, никакой аннексии... Скажите, задача по созданию Новороссии от Харькова до Одессы была сформулирована или не была? Нет, 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 нет. Значит, это еще один мой сон. Это мой второй сон. По истине сон не есть не сон, а не сон не есть сон. И так и не про сон сказать, что это сон. Все равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не сон. Сон или сон? Про не сон. Хи!